МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я предлагаю сначала высказать свои точки зрения на то, что происходит на улицах российских городов, вот два воскресенья подряд. Это выступление сторонников Навального и каких-то примкнувших маргиналов, или же в стране забродил некий глухой растущий протест в широких слоях общества? Давайте заслуженному бойцу политического... Вы знаете, напомню, что ЛДПР уже 31 год, и за это время, конечно, мы видели разные этапы развития нашей страны, и сегодняшний этап, конечно, слегка тревожный. Мы действительно видим, что во всех регионах созрело недовольство. Недовольство разным форматом. Первое, конечно, это последствия вот этого жуткого коронавируса, коронакризиса. Люди устали сидеть дома, накопилась агрессия, семейная агрессия, потому что в замкнутых помещениях. Никуда не пойдешь, все закрыто, везде маски. Просто тяжело. Зима в конечном итоге, там огромное, серьезное тоже испытание. И обледенение, и пробки, и сугробы по пояс. То есть в целом жуткий негатив у всего общества. Это во всей планете мы видим. Это везде бунтует, везде. И наша страна не исключение. Мы такие же люди, как и любой человек на планете. Да, в Африке может быть существенно теплее, фрукты и так далее. Но в нашей холодной стране в целом агрессия существенно выросла. Поэтому, конечно, когда есть какие-то триггеры, опять же таки, мы видим, растет безработица. Мы видим, очень слабо поставлена работа с молодежью. Если раньше были какие-то форумы, какие-то там прогосударственные организации существовали, сейчас все закрыто. Кинотеатры закрыты, клубы закрыты. Ну все, ну куда молодежи идти? Конечно, она хочет выйти на улицу. Что она получает? Она получает штраф. Ну как минимум. Иногда более серьезные последствия. Что мы предлагаем? Приходите к нам в ЛДПР. Мы будем организовывать для вас согласованные митинги. У нас по всей стране, во всех городах, есть согласованные митинги. Нам никогда не отказывают. Но к нам приходят, но меньше приходят людей, потому что они считают, что мы тоже власть. Но я хочу напомнить, что мы все эти годы оппозиция. У нас никогда не было большинства в парламенте. Поэтому, конечно, мы хотим и призываем всех, кто хочет выходить на улицы, сначала придите к нам в ЛДПР, и под нашими знаменами легально выходите 100 тысяч, 200 тысяч. Пожалуйста, мы все ваши идеи обработаем, внесем законопроекты. Многие из наших законопроектов принимаются. Поэтому не надо думать, что оппозиционные партии в парламенте, они, ну, как бы такой второстепенный уровень говорят. А вам не кажется, что это не люди к вам должны приходить, а вы должны к людям выходить и вести работу? Мы идем. У нас сейчас региональная неделя. Я вот только что приехал из Иваново. Сейчас встречался с избирателями. Вот вы мне позвонили, я молниеносно к вам примчался. А так у нас сейчас все депутаты от ЛДПР, все в своих регионах. Мы все работаем. Но сейчас действительно тяжеловато, потому что и мы должны носить маски, и ограничения есть, и все общие зоны закрыты. Мы не можем запросить себе зал. Никто не дает. Мы вынуждены встречаться на улицах. Реальный холод. Посмотрите, тяжело. Люди могут и заболеть. Надо час-два постоять, пообщаться. Если летом мы встречались, по два, по три часа, целый день ходили по своим округам избирательным, то сейчас, ну, 15-20 минут люди замерзают. Андрей Николаевич, мы о деталях будем, конечно, еще поговорить, и позже будем подробно разбирать. Давайте вот сейчас сначала на вопрос ответим. Ответим каждый из вас, который был задан в самом начале. Я прошу, представители центрального аппарата партии «За правду» и объединенной, наверное, уже партией. И, кстати, человек близкий к молодежи, да, заместитель Всероссийского союза. Председателя Российского профсоюза студентов. Да, студентов, да. Прошу вас. Ну, во-первых, молодежь, это, в принципе, заняться есть, и молодежь на улицу выходит не из-за того, что они в клубы не могут пойти или в кинотеатры, а из-за того, что нас потихонечку и планомерно, а иногда даже не потихонечку, двигают по сценарию, который мы уже видели там на Украине, о котором мы наблюдали в Беларуси, по сценарию некой цветной революции. И здесь никаких иллюзий мы со своей стороны не питаем. Здесь четко видно и прослеживается история с тем, что огромное количество денежных средств вливается, например, в ту же самую рекламу в социальных сетях. И молодежь, зачастую, с которой недорабатывают не только парламентские партии, но и, в принципе, там, высшие учебные заведения, там, школы и так далее, они выходят-то как раз потому, что их на какие-то вот эти триггеры цепляют. Им говорят, что что-то не так, вот в стране как-то не так, они сидят там на дистанционке, их заставляют сдавать ЕГЭ, если мы говорим про абитуриентов, да, поступающих в высшие учебные заведения. Есть огромное количество проблем, которые их волнуют, они не решаются, не решаются годами, не решаются десятилетиями. А здесь появляются там какие-то такие ребята, которые... Вы молодая политическая сила, да, у вас есть представление, как работать с молодежью в том числе? Конечно, есть представление. Я вам больше скажу по поводу митингов. Мы холодов, например, никаких не боимся, мы выходим на улицу и общаемся. Если надо по часу, по часу, по два, по два. Я знаете, что слышу? Проблем никаких нет. Проблемы есть, но это зима, холода, это маски коронавируса и рука Запада, да. То есть нет у электората какое-то чувство несправедливости, какой-то, да... Так вы сейчас подтверждаете то, что я сказал. Экономической какой-то не очень хорошей ситуации. Ну, конечно, есть такое ощущение. Это все строится вокруг каких-то проблем. Но просто эта история искусственно раздувается, раздувается сильно, и народ как раз выгоняют как следствие того, что некоторые процессы, в том числе молодежь, недопонимает. А холода и коронавирус – это просто побочные какие-то действия, это явно не основная история. Конечно, безусловно, людей волнует там тяжелое экономическое состояние. Конечно. Конечно, они выходят на улицу за свои какие-то идеи. И мы видим эти проблемы, когда берутся интервью, и люди говорят, да я вообще сюда вышел, потому что у меня там у бабушки пенсия маленькая. Они же конкретные вещи какие-то говорят. Здесь вопрос лишь в том, как с этими вещами бороться. И этот вопрос в том числе можно и парламентским партиям задать, почему этого не происходит. Да, какие-то меры принимаются, да, есть какая-то тенденция положительная. Раз запрос из общества есть, значит, наверное, стоит к ним выйти и поговорить. И мы это делаем. Мы выходим в том числе на эти митинги и объясняем той же самой молодежи, зачем вы сюда пришли. Задаем вопросы, общаемся и так далее. Дождя говорили, что после этих разговоров, почему-то как только люди попадают непосредственно в Госдуму, разговорами все и заканчивается. А дела-то, где дела? Да, смотрим программу и понимаем, как должны жить люди. Но как только партии попадают в Государственную Думу, то почему ничего не делается, ничего не происходит? Ну это, наверное, вопрос к тем партиям, которые уже попали в Государственную Думу, ничего не делают. Пожалуйста. Вот здесь как раз камень наш огород. Вот мы, простой пример, очень, так сказать, современный. Мы 10 лет подряд предлагали сделать элементарно. 31 декабря выходным днем. 10 лет подряд мы вносили законопроекты. Это не требует никаких затрат федерального бюджета. Люди 90%, даже может быть 95, за. Есть, конечно, кто-то хочет поработать 31 числа. Вот примерно 20 декабря, или там 19 декабря 2020 года Государственная Дума в лице правящей партии отклонила очередной наш законопроект, который хотел сделать 31 декабря выходным днем. Через неделю встретились у президента, и эта правящая партия внесла как свое предложение. То, что 10 лет подряд ЛДПР об этом говорила и вносила закон, это они решили умолчать. Ну хорошо, президент это отметил, и по всем каналам это прошло. И таких предложений от ЛДПР 5 тысяч, я вам могу назвать. 5 тысяч предложений, которые есть в нашей программе, которые мы вносим. Что-то принимается, я не спорю. Но 99% правящая партия отклоняет. Нет, я вам скажу какой ответ. Вот 18 сентября 2021 года, я всех призываю прийти проголосовать за ЛДПР, у нас будет, пускай там 150-200 депутатов, пускай не большинство. Но тогда с нами будут считаться, и тогда Единая Россия уже не сможет единолично принимать решения. Тогда будет вполне возможно коалиционное правительство. Немалые партии, которые там 5-10 депутатов, они ничего не решают. А реально большая, хорошая системная оппозиция в лице ЛДПР. Вот это будет результат. И тогда вся страна увидит это. Вот на примере Хабаровска мы все это видели. Когда один губернатор пришел, показал свою работу, два года он, всего два года поработал. Да, там он плохо закончил. Но люди ему поверили и вышли в его защиту. 200-250 тысяч. Это же результат. И это результат работы именно ЛДПР. Да, вы там нашли что-то, у него там его истории, что-то сфабриковали. Я все-таки думаю, что кроме того, что придите и проголосуйте, и вот мы тогда сделаем, надо еще что-то предложить. Мы это уже доказываем. У нас губернатор Споленской области, Владимирской области, Хабаровский край. Господа, вот как вы, мы хотели бы понимать, как вы сейчас формулируете, что представляет из себя протестный электорат? И есть ли в принципе смысл партиям, нацеленным в Государственную Думу, за этот сегмент бороться? Да, конечно, конечно, есть смысл. А как же нет? Мы видим, что это огромное количество людей. И говорить о том, что это какая-то случайность, вот они случайно там рассыпались в центре Москвы и в других регионах толпы людей, тысячи людей. Ну, наверное, это неправильно. И давайте уж будем откровенны. Те люди, которые выводят эти толпы на улицу, пусть там разными средствами, мы знаем о них, различными средствами они выводятся, но у этих людей огромная аудитория. Да, там и накрутки есть, и все остальное, но их смотрят миллионы, это факт. И не говорить с этой аудиторией, это как минимум глупо. Им нужно объяснять какие-то вещи, понятные вещи. Объяснять, к чему это может привести. Что двигаться нужно все-таки, наверное, не по пути революционному. Показывать на примерах, к чему это приводит. На том же примере Грузии, как это было. На примере Украины, на примере Белоруссии, на примере Армении. У нас куча примеров, которые вокруг существуют. Слушайте, вот вы говорите, надо объяснять. А кто им будет объяснять? И кому они будут верить? Ну вот был Навальный, он что-то там объяснял, что-то там публиковал. Был органично встроен в эти настроения протестные. За ним шли, не за ним шли, но больше не за кем было, как в Иране. Не было никого, было зачищено политическое поле. Пошли за Эйталой, хотя Эйталу принимали далеко и далеко не все. Вот здесь был Навальный, теперь Навального нет. Вот может быть нужен какой-то новый харизматичный лидер. Я, может быть, крамольную вещь скажу. И его системным партиям, и вашей партией. Вот кто, кто может заменить? Так у нас есть такой лидер, и я считаю, что никого искать-то в этом направлении не нужно. Есть Захар Прилепин, который прекрасно реализовавший себя человек в абсолютно различных направлениях. И как военный, воевавший в чеченской кампании. И как писатель, один из самых популярных на территории Российской Федерации по всему миру. Книги, да, переводятся. И как один из руководителей МХАТа и так далее. Это человек, который выходит и не боится на любую аудиторию высказать свое мнение, рассказать и показать, собственно, к чему эти последствия приводят. И мы, как и я там в том числе, как представитель молодежи. Хорошо, Прилепин. Андрей Николаевич, ваш... Когда я скажу математическим языком, я все-таки закончил физмат-школу, надо просто посмотреть статистические данные. Владимир Жириновский второй по популярности политик в нашей стране. Второй. А из лидеров политических партий первый. Захар Прилепин, я с уважением отношусь, он, наверное, даже в первые 50 не входит. Поэтому это чистая статистика. Это статистика по популярности человека, личности, его идей, его высказываний и его политической программы. Речь тут, еще раз говорю, только о политических лидерах. Поэтому выбор, еще раз говорю, в нашей стране может быть только один. Полноценная системная партия оппозиционная. Это только ЛДПР. Коммунисты – это прошлое. Я надеюсь, что люди уже этого хлебнули, и они видят все события, которые происходят и сейчас, и происходили в 90-е годы, и 17-й год, 1917-й, еще, я надеюсь, тоже помнят. Господа, и только еще один вопрос успею задать, близ такой, по 15 секунд. Вот в России анонсировалось появление нескольких новых партий. Можно ли говорить о перспективе реальной конкуренции в политической плоскости, в перспективе, или они призваны все эти партии создать просто ощущение конкуренции? Ваше мнение? Да у меня не мнение, у меня есть четкий ответ по этому поводу. Если представитель политической партии, которая 31 год представляет интересы многих избирателей, миллионов избирателей в Государственной Думе, приводит в качестве яркого примера то, что выходной нужно сделать, а не говорит об экономических показателях, которые нужно изменять в нашей стране, мне становится печально. И ответ становится очевидным. Конечно, это нужно. Конечно, это будет. Остро, 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 Андрей Игорьевич. Знаете, я вам рекомендую почитать нашу программу партийную. Вы увидите, что у нас по экономическому блоку огромное количество предложений. Ну, одно из простых, это то, что мы предлагаем ограничить зарплату не только чиновникам, но и всем таким псевдо-госслужащим, владельцам госкорпораций и так далее. Миллион рублей максимум. Сейчас это, вы знаете, там и 100 миллионов.